И в этом третьем шаге мы начнем анимировать наш проект, начиная с бордюров То есть мы проанимируем вот эти бордюры, левый и правый Сададим им простую покадровую анимацию Первый кадр у нас будет обычное положение нашего бордюра Второй кадр это положение чуть-чуть отодвинутое То есть таким образом эти кадры будут зацикливаться и будет создаваться эффект тряски Следующим мы проанимируем полосу разметки Мы также сделаем внутреннюю анимацию этого символа Сделаем анимацию движения То есть наша полоса будет двигаться Как вот здесь То есть она будет двигаться вниз Следующий этап Мы займемся анимацией Знаков То есть мы проанимируем те самые проезжающие знаки С увеличением Это знак ограничитель скорости и километраж Следующий мы проанимируем текстовые слои Это те самые три текстовых слоя, которые мы создали Текст 1 Мы зададим эффект для них Первый текст у нас будет появляться и увеличиваться в размерах И в течение пяти кадров исчезать Потом будет появляться второй текст Он будет тоже увеличиваться и исчезать И третий текст он будет уже у нас иметь другой эффект Он будет спускаться сверху с увеличением И тоже в конечном итоге он будет ударяться То есть он как бы потихонечку спускается с увеличением И падает ударяясь с такой дрязкой Вот после того, как мы проанимируем Мы займемся уже созданием ссылки То есть мы займемся написанием action script кода Для того, чтобы мы могли уже привязать к нашему баннеру Ссылку на тот или иной сайт Итак, давайте начнем А начнем мы прежде всего с анимации наших бордюров Мы займемся анимированием наших бордюров В данном случае, анимируя бордюры и анимируя полосу разметки Мы будем использовать внутреннюю шкалу времени данных символов Всю остальную анимацию Это анимацию знаков, анимацию текста Мы будем создавать на текущей шкале времени нашей сцены И давайте начнем с анимации наших бордюров Для того, чтобы анимировать наши бордюры Мы должны перейти в режим редактирования данных символов Вот наш левый бордюр Для того, чтобы перейти в режим редактирования нашего символа Два раза кликнем на нашем символе бордюра Как видите, мы перешли в режим редактирования нашего символа и теперь мы находимся в внутренней шкале времени данного символа для того чтобы создать анимацию нашего бордюра а он будет у нас трястись мы создадим ключевой кадр на втором кадре того чтобы создать ключевой кадр мы кликнем правой кнопкой мыши на слой лаур один и нажмем выберем пункт insert keyframe ставить ключевой кадр данном ключевом кадре мы выберем нашу линию и передвинем ее клавишами стрелок на клавиатуре вправо и вниз посмотрим что у нас получилось вот как видите наш первая анимация давайте посмотрим что получилось такая вот трясущийся линия давайте то же самое проделаем и с правым бордюром для этого перейдем в режиме редактирования правого бордюра создадим ключевой кадр и переместим аналогично левому бордюру но в противоположной же стороны то есть один раз влево и один раз вниз выйдем из режима редактирования и протестируем как видите у нас создался эффект того что машина едет осталось нам проанимировать нашу полосу разметки тогда у нас будет полноценный эффект нашего движения чтобы проанимировать полосу разметки мы таким же образом зайдем в режим редактирования данного символа чтобы открыть ее внутреннюю шкалу видимо в режиме редактирования нашего символа line center центральной линии теперь нам необходимо создать более совершенную более интересную анимацию это анимация движения теперь мы откроем а у нас уже открыто мы теперь значит перетащим нашу направляющую чуть ниже вот этой вот границы примерно вот так инструментом глупо мы увеличим и теперь непосредственно сдадим первое положение нашей линии первое положение нашей линии это положение положение относительно вот этой второй черты давайте немного чуть-чуть отдадим вот мы клавишами стрелок передвигаем нашей линии то есть мы должны поставить вот эту точку нашей второй линии как раз четко по отношению данного данной линии красной вот как видите я впритык ставлю чтобы было очень четко давайте посмотрим поближе вот здесь очень важная четкость потому что мы будем задавать анимацию движения чтобы не было никаких недочетов чтобы анимация была гладкой красивый нам очень важна четкость вот мы задали положение для первой первого нашего ключевого кадра теперь нам необходимо кликнуть на пятнадцатом кадре и создать новый ключевой кадр insert keyframe вставить ключевой кадр как видите мы на пятнадцатом кадре вставили ключевой кадр теперь нам необходимо задать конечное положение движения нашей линии мы переместим вниз нашу линию чтобы уже верхняя точка первой линии в данном случае первая нас до этого была вторая линия в данном случае первой была четко около контура вот все готово теперь нам необходимо всего лишь между этими двумя кадрами ключевыми кадрами создать анимацию движения для этого мы кликнем правой кнопкой мыши в серой области между двумя кадрами 1 и 15 и в выпадающем меню выберем пункт create classic twin данный пункт так называется в версиях flash cs4 и выше если у вас более старые версии то у вас называется данное движение просто motion twin если у вас версия flash cs4 и выше то вы так же как и я выбираете пункт create classic twin таким образом мы создали анимацию движения то есть промежуточные кадры между вот этими ключевыми давайте выйдем из режима редактирования нашей нашего символа инструментом рука передвинем немного сцену сохраним наш проект и протестируем вот как видите у нас получилась отличная дорога вы можете немного ускорить при необходимости задать побольше расстояние между символами между кадрами вот но это на ваше усмотрение здесь я в общем основной принцип показал как видите теперь мы закончили с анимации бордюров мы закончили с анимации полосы разметки теперь нам необходимо создать анимацию для наших знаков то есть нам необходимо сделать наши знаки проезжающими для того чтобы это сделать мы будем использовать уже не внутреннюю шкалу тех или иных символов а главную шкалу сцены то есть вот эту и начнем мы как я сказал со знаков начнем анимировать первый знак до этого мы перейдем на слой знаки но сразу давайте продлим всю нашу анимацию до 220 кадра это вся длительность нашего ролика можем поставить в общем таким образом выделяем протягивая вниз 220 кадр вставляем 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 кадр таким образом мы до 20 220 кадра заполняем кадрами шкалу времени теперь нам необходимо уже непосредственно заниматься анимации нашего первого и второго знака на слой знаки мы перейдем на слой знаки кликнем на десятом кадре данного слоя правой кнопкой мыши как видите у нас появился сразу внизу 10 кадр вот одиннадцатый мы устанавливаем ползунок на десятом кадре кликаем на десятом кадре и вставляем ключевой кадр теперь находясь на данном ключевом кадре мы открываем панель library библиотека и перетаскиваем наш первый знак он называется sign speed то есть вот этот ограничитель скорости прям перетаскиваем на сцену как видите наш кадр заполнился то есть наш кадр уже имеет какой-то символ теперь нам необходимо задать начальное положение нашего знака мы возьмем инструмент free transform tool сажав клавишу shift мы уменьшим в размерах наш знак клавишами стрелок можем подредактировать положение нашего знака как видите мы на десятом кадре задали первые положения нашего знака по сценарию у нас сначала первые десять кадров ничего нет девять кадров на десятом кадре у нас появляется знак вдалеке потом до семьдесят пятого кадра у нас знак будет приближаться и увеличиваться в размерах то есть нам необходимо задать помимо первого ключевого кадра начального положения нашего знака задать конечное положение нашего знака это семьдесят пятый ключевой кадр чтобы он был ключевым нам необходимо создать вставить ключевой кадр insert keyframe тем самым мы задали конечное положение нашего знака то есть конечное положение его движения Находясь на 75 кадре, мы перетаскиваем наш знак в конечное положение Вот наша граница нашей сцены Мы перетаскиваем за сцену, чтобы он исчезал И инструментом свободной трансформации мы с зажатой клавишей Shift Увеличиваем наш знак до достаточно больших размеров Перемещаем его немного выше Инструментом выделения можем более точно Так, немного вернем Вот, инструментом выделения мы сдадим более точное положение нашего знака Как видите, это рамка сцены, за которую мы как раз должны зайти То есть мы должны вынести знак за рамку сцены Вот, и снова по отношению к бордюру отпозиционируем наш знак Итак, давайте посмотрим Сначала первые 10 секунд у нас на сцене ничего не появляется Потом на первые, точнее 9 кадров и на 10 кадре у нас появляется знак Здесь у нас должна в течение этого кадра должен знак увеличиваться и приближаться к конечному положению Вот, то есть мы идем и на 75 кадр наш знак увеличивался и имеет конечное положение Теперь нам необходимо таким же образом, как и в предыдущем шаге создать анимацию движения Для этого мы кликнем правой кнопкой мыши в серой области между кадрами 10 и 75 И выберем пункт Create Classic Twin Создать классическую анимацию движения Посмотрим, что у нас получилось Как видите, наш знак приближается и увеличивается в размерах Тем самым мы создаем реалистичный эффект приближения То есть эффект движения Мы едем на машине и проезжаем знаки По мере приближения тех или иных знаков, знаки увеличиваются в размерах Так, также мы поступим со вторым знаком Это знак Sign Distance Расстояние Для того, чтобы пронимировать этот знак Нам необходимо создать ключевой кадр Допустим, на 130 кадре Я заранее расписал сценарий На каких кадрах будет какой знак появляться Заранее просчитал Это тоже в плане необходимо заранее писать То есть вы сразу смотрите то время, которое должно проходить То есть, допустим, с такого по такого кадр Вы можете это в секундах, в общем-то, писать То есть там первые две секунды выезжает такой знак Потом через секунду выезжает такой знак Потом после того, как эти оба знака проедут Спустя секунду или полсекунды появляется уже текст Первый текст исчезает, второй текст исчезает Вот, то есть вам необходимо прописать вот эти временные промежутки Вот, у нас, как видите, установлено 24 кадра в секунду 24 frame per second Таким образом у нас отображается 24 кадра в секунду У нас в нашем фильме 220 кадров Пусток 220 кадров проиграет Наш фильм опять вернется в начало И опять начнет играть Пусток опять 220 кадров проиграет Опять в начало И таким образом у нас будет цикл Итак, мы находимся на 130 кадре Слоя знаки На нем мы создаем ключевой кадр Находясь на этом ключевом кадре, как видите, у нас имеется знак Он нам не нужен, хоть он из-за сцены Давайте очистим наш проект от лишних вещей, чтобы не загромождать его Как я сказал, находясь на 130 кадре слоя знаки Мы выделяем наш левый знак скорости, который мы уже использовали в предыдущей анимации И удаляем его Теперь мы, находясь на 130 кадре, мы из библиотеки перетаскиваем знак Sign Distance На сцену Перетащив его, мы задаем начальное положение нашего знака Инструментом свободной трансформации с зажатой клавишей Shift мы пропорционально уменьшаем наш знак Изменив его размеры, мы можем взять инструмент выделения и немного более точно спозиционировать наш знак Также мы можем два раза кликнуть на нашем знаке и изменить его, допустим, длину его вот этой вот стойки Итак, мы установили 130 кадр Это начальное положение нашего знака Давайте сравним его с начальным положением предыдущего знака, чтобы они были примерно одинаковы в размерах Ну, почти, можно даже немного уменьшить Вот, наверное, это будет лучший вариант То есть, немного вот так вот пододвинем Это начальное положение движения нашего второго знака Мы зададим конечное положение для нашего второго знака Это будет, допустим, 195 кадр Создадим ключевой кадр И переместим наш знак в конечное положение Инструментом свободной трансформации увеличим наш знак до больших размеров с зажатой клавишей Shift Сделаем, чтобы ни один из элементов нашего знака не выходил на сцену, а был за сценой За рамкой сцены Ставим, чтобы наша ножка была как можно ближе к бордюру, да? Чтобы было более реалистично Итак, давайте посмотрим начальные и конечные кадры Вот начальные Вот конечные Относительно бордюра все ровно Теперь мы можем задать анимацию движения И посмотрим, что у нас получилось Видите, знак очень четко проезжает И увеличивается Теперь нам необходимо, если вы какие-то допустили недочеты Вы можете также подправить конечные и начальные точки То есть просто перейти на 130 кадр И немного передвинуть Тем самым мы сделаем анимацию более точной В данном случае мне не требуется это Вот таким образом мы подготовили с вами полностью Подготовили анимацию до слоя знаки Мы за данный В данном этапе мы сделали анимацию бордюров Анимацию полосы разметки Анимацию знака левого, правого Теперь нам осталось сделать анимацию для слоя текста Потом уже заняться созданием ссылки нашего баннера Использующим скрипт код Давайте займемся теперь анимацией текста Чтобы заняться анимацией текста Нам прежде необходимо перейти на слой текст И по моему сценарию У нас начиная где-то с пятого кадра Пойдет анимация То есть первый, второй, третий, четвертый Кадры у меня пустые На пятом кадре я создаю ключевой кадр И начиная с этого кадра у меня будут появляться Вот эти самые текстовые сообщения Первое текстовое сообщение с увеличением второе И третье Сейчас мы все это проделаем на слое текст Итак, мы создали ключевой кадр на пятом кадре слоя текст Из библиотеки Вытаскиваем на сцену наш первый текст Он так и называется, текст 1 Позиционируем наш текст Чуть-чуть подвинем сцену Чтобы увидеть всю область Теперь мы инструментом свободной трансформации Так как мы находимся на конечной точке Мы можем уменьшить наш текст в размерах Зажатой клавишей shift Вот мы уменьшаем наш текст в размерах Немного можем передвинуть его Относительно вот этих линий Теперь мы кликнем на 35 кадре нашего слоя текст И создадим ключевой кадр Это конечное положение нашего текста В этом положении текст уже должен быть максимально увеличен То есть мы зажимаем клавишу shift И увеличиваем наш текст Не доходя до границ сцены Примерно вот так И чтобы также текст не наползал на гору Как видите, мы создали начальную точку И конечную точку Теперь нам необходимо создать анимацию движения Как и в случае со слоем знаки Анимацию движения между кадрами 5 и 35 То есть по сути мы создаем промежуточные кадры Вот таким образом, видите, мы получаем такой вот эффект Теперь нам необходимо в течение 5 кадров сделать исчезание нашего текста Чтобы он исчезал в никуда Для этого мы создадим на 40 кадре еще один ключевой кадр И на этом ключевом кадре инструментом выделения мы выделим наш текст Мы перейдем в панель свойств И в разделе Color Effect Поле Style Стиль Мы установим значение альфа Прозрачность И значение альфа мы установим на 0% То есть мы сделаем на 40 ключевом кадре Прозрачность нашего текста на 0% То есть он будет полностью не виден Полностью прозрачен Таким образом мы имеем 35 кадр ключевой С полностью видимым текстом И 40, где текст прозрачный Его не видно вообще И теперь мы создаем анимацию движения между этими двумя ключевыми кадрами Таким образом у нас будет происходить плавный переход От непрозрачного текста к прозрачному То есть он будет исчезать Как видите, у нас вот что получилось Таким образом мы проанимировали наш первый текстовой слоган Теперь начиная с 45 кадра Мы задаем второй текстовой слоган Для этого мы создадим новый ключевой кадр И находясь на этом ключевом кадре Вы видите, у нас все еще такая бирюзовая рамочка Которая говорит, что у нас еще есть Находится на этом ключевом кадре Вот этот вот текст Для того, чтобы его удалить Мы просто выделим его и нажмем клавишу Del Вот наш кадр пустой И теперь нам необходимо, находясь на 45 кадре Вытащить из библиотеки И перетащить на сцену второй текст Мы его также уменьшим в размерах Инструментом свободная трансформация Зажав клавишу Shift Также позиционируем наш текст В то же положение, что и предыдущий Давайте сравним Я предлагаю вытащить такие линии Которые будут Отправляющие Которые будут нам указывать, где находится наш текст Да Вот И так же мы поступим с 45 кадром Мы еще изменим в размерах наш текст Делайте, чтобы ваши тексты были примерно одинаковы В данном случае наш текст вписывается прям Так, ну он двухстрочный, поэтому вот оптимальный размер его Так, мы создали начальное положение нашего эффекта На 45 кадре И теперь создаем на 90 кадре Новый ключевой кадр И задаем здесь конечное положение нашего текста То есть тогда, когда он уже увеличен до максимальных размеров Находясь на 90 кадре Берем инструмент свободной трансформации Зажатый клавишей shift Увеличиваем наш текст Тоже не выходя за рамки За границу сцены Примерно вот так То есть мы имеем 45 кадр начальное положение И 90 кадр конечное положение Теперь кликнув между этими двумя кадрами Создаем анимацию движения Так же, как и в предыдущих шагах Тем самым получаем такой же эффект Теперь нам необходимо тоже проделать Для этого кадра 5 кадров на исчезание Вставляем ключевой кадр Переходим в панель свойств И в качестве тоже значения Мы устанавливаем прозрачность на 0% Она уже стоит у нас по умолчанию И создаем теперь анимацию Движения между кадрами 90 и 95 То есть мы создали исчезание Давайте посмотрим, что мы получили Получили первый кадр Это, значит, пятый, точнее, кадр Ключевой На котором текст имеет маленькие размеры Он увеличивается до 35, где он достигает Максимального размера Начиная с 35 до 40 он исчезает Потом появляется На 45 кадре Новый текст Текст 2 Он увеличивается у нас До 90 кадра В 90 кадре он максимальный размер имеет Из 90 кадра до 95 он исчезает И последний текст с логотипом Нам необходимо сделать Проанимировать Но в данном случае мы будем использовать Не такую анимацию движения, как здесь То есть наш текст увеличивался в размерах И исчезал А мы будем использовать движение сверху То есть мы сначала делали С маленького размера в большой Увеличение А теперь мы будем делать Движение нашего текста И при этом он также будет увеличиваться С маленького размера в большой Давайте посмотрим Собственно, о чем я говорю Для того, чтобы сделать анимацию Нашего последнего текста Мы кликнем на 130 кадре Точнее даже не на 130 А, наверное, чуть раньше На 115 кадре Создадим ключевой кадр Ударим предыдущий текст Как видите, наш ключевой кадр пустой Из библиотеки вытащим последний наш текст На сцену И теперь для того, чтобы создать эффект Спускания Мы вытащим сначала наш текст Далеко за сцену Вот границы нашей сцены Мы также уменьшим наш текст в размерах Давайте изменим символ Немного повыше поднимем эмблему Так, как видите, мы задали Первый ключевой кадр, 115 Для нашего текста И теперь мы создадим последний ключевой кадр Для данного третьего текста Допустим, 145 Здесь мы зададим конечное положение Нашего текста Вот мы равняем по данным линиям Инструментом свободная трансформация Мы увеличиваем наш текст Вот, можем немного позиционировать Тоже не выходя за рамки сцены Можно немного поднять Как видите, мы теперь имеем тоже 115 кадр Это начальное положение И 145 конечное Сдадим анимацию движения между этими кадрами И получим замечательный эффект Вот, как видите, мы полностью проделали анимацию текста Хочу еще добавить небольшую изюминку Для последнего текста Это эффект тряски То есть мы сделаем небольшую тряску Когда наш текст остановился Мы создадим эффект, как будто он ударился То есть прям До этого мы создадим после 145 кадра На 146 кадре Новый ключевой кадр И выделим наш текст И клавишами стрелки переместим наш текст Находясь на 146 кадре Чуть-чуть выше Допустим, на два нажатия На два пикселя То есть вот раз кадр Второй кадр Также создадим ключевой кадр На 147 кадре Опустим наш текст на два пикселя Вот что получаем Можем еще создать Поднимем на один пиксель Создать и опустим на один пиксель Вот, смотрим Последние, конечно, два кадра не важны Вот, в общем-то мы получили анимацию То есть слой с текстом мы проанимировали Давайте сохраним документ Посмотрим, что у нас получилось Вот, как видите, у нас получился Замечательный баннер Замечательные выезжающие знаки Ну вот, по-моему, замечательно И вот наш баннер Ну, как раз с таким эффектом удара Конечно, безусловно Вы можете много здесь редактировать Здесь есть много неточностей Это и размеры знаков И эффект выезжания Можно было немного уменьшить дорогу Вот, но я думаю, это не стоит принципиально Потому что, как я сказал Моей главной задачей является Показать как Так, теперь нам необходимо Уже заняться последним моментом Это написанием экшн-скрипт-кода Для того, чтобы создать ссылку Для нашего с вами замечательного баннера Ту ссылку, по которой человек будет переходить На сайт авто.mail.ru И для того, чтобы это сделать Нам необходимо создать новый слой Выше слоя знаки Назовем мы данный слой Ссылка Данный слой Мы Тоже он длится 220 кадров И мы для данного слоя На данном слое нарисуем прямоугольник Чуть-чуть отдаляем сцену Возьмем инструмент Rectangle Tool Выберем в качестве цвета Ну пусть белый останется Контур Отключим Он нам не нужен И теперь мы Ориентируясь по данной границе сцены Мы, находясь на слой ссылка Выходя за границы сцены Рисуем вот такой прямоугольник Можно его не обязательно ровным рисовать Здесь не принципиально Главное, что за рамки сцены Вот мы нарисовали прямоугольник То есть, по сути, мы закрыли весь наш проект Так как данный слой ссылка находится выше всех Если протестировать, мы увидим, что у нас просто белый фон Непонятно что Чуть-чуть растянем У нас вон виднеется знак, едет и так далее Поэтому для того, чтобы сделать данный квадрат ссылкой То есть, мы сделаем данную область Сделаем из этой области Активную область Кнопку, которая будет применен ActionScript Code Для того, чтобы это сделать Нам необходимо преобразовать данную фигуру В кнопку Выберем меню Modify Convert to Symbol Преобразовать символ Назовем данный символ Link Ссылка В качестве типа Мы выберем не Movie Clip Как мы всегда выбирали То есть, не Видеоклип А кнопка Button То есть, это будет кнопка И нажмем ОК Как видите, у нас получилась замечательная кнопка Также мы применим Для нашей с вами кнопки Давайте сначала перейдем в режим редактирования данной кнопки Мы применим прозрачность на 100% Чтобы данная кнопка была не белой, а прозрачной По сути, чтобы ее вообще не видно было Выйдем из режима редактирования символа И видим, что весь наш проект виден Но теперь у нас Давайте сохраним сразу Теперь у нас При тестировании видео При наведении у нас появляется такой вот пальчик То есть, это говорит о том, что на наш линк уже можно нажать Но кнопка, она не активная Потому что мы не написали никакого кода Никаких действий по нажатию не будет происходить Вот, так или иначе, у нас уже есть пальчик Закроем наш предосмотр Теперь мы займемся уже написанием ActionScript кода для нашей кнопки Как видите, наша кнопка Тоже в библиотеке Она невидима Мы заранее выделим Находясь на слой ссылка Можем просто на него нажать Выделим нашу прозрачную кнопку Перейдем в панель Properties И дадим имя Instance Name Как видите, это поле Instance Name То есть, мы зададим имя для нашей кнопки Имя, по которому мы будем обращаться к данной кнопке То есть, наш ActionScript код будет обращаться к данной кнопке Он будет звать ее по имени Назовем ее Link Окей Enter Все, мы задали имя в панели свойств Все, теперь нам необходимо уже писать ActionScript код Теперь мы, находясь на слой ссылка Переходим на первый кадр Для этого кликнем на нем И теперь переходим в панель Actions Если у вас ее нет на рабочей области Вы можете открыть меню Window Actions У нас открылась панель Actions То есть, теперь мы пишем для кадра Замечу, не для объекта А для кадра То есть, мы задаем для нашего ключевого кадра Специальный ActionScript код Подробно очень объяснять данный материал я не буду Здесь вы можете просто скопировать, перепечатать данный код С видео Итак, первое, что мы пишем Первое, мы пишем имя То наше самое instance name Имя, которое мы задали нашей кнопке Link Точка Мы добавляем специальный слушатель событий В данном случае события мыши У нас будут слушаться А конкретно Нажатие мыши То есть, клик мыши Маус down И после того, как событие данное будет выполнено У нас будет выполняться функция Которую мы назовем в будущем Допустим, go to url Перейти, да, по такой ссылке Все, завершаем команду Так, теперь мы, в общем-то, создали Наш слушатель событий То есть, когда у нас будет нажата Кнопка мыши Да, маус down На нашем баннере То у нас будет выполнена функция Go to url Теперь нам необходимо, собственно Создать эту функцию Которую мы будем выполнять До этого мы пишем Слово function Пишем имя нашей функции Go to url Здесь-то у нас событие Event Событие мыши Маус event Данная функция не возвращает никаких переменных Никаких значений Здесь мы создаем переменную Вар называем url 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 request Мы будем переходить по адресу Который мы пихаем Вот переменную url И в таких вот Скобках в кавычках Мы пишем адрес Нашего сайта В данном случае я пишу адрес Компания Автомейл 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 Так мы создали переменную Теперь нам необходимо Перейти по ссылке Которая находится В этой переменной url Для этого мы пишем Navigate To url Указываем переменную url И указываем параметр Blank Который говорит о том Что наша ссылка Будет открываться В новом окне Параметры вы можете узнать Более подробно В других материалах Посвященном ActionScript Все мы написали код Теперь нам необходимо Только проверить Результат работы Данного ActionScript кода Давайте сохраним Наш проект Выберем в меню Control Test more Протестировать видео Вот откомпилировался Наш проект Как видите Наш проезжающий знак Наша дорога Наш текст Наш пальчик Говорящий о том Что мы можем нажать На данный баннер Когда мы нажимаем На баннер У нас открывается Сайт Automail.ru На случай того Если у вас подключен интернет Вы сразу переходите На данный сайт Он у вас открывается В браузере В моем случае У меня интернет Не подключен Поэтому у меня Просто открылась В браузере ссылка Вот как видите Наш баннер готов И он работает циклично Постоянно повторяется Если у вас есть желание Вы можете немного Уменьшить дорогу Она у нас слишком большая Подредактировать что-то В общем-то основная суть Я надеюсь вам ясно Все На данном этапе Мы заканчиваем данный урок Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok